добрый день дорогие друзья вы на канале копингем меня зовут фёдор и мы с вами продолжаем проходить игру клайф баркер undyne проклятые пока мы не начали не забудьте подписаться поставить лайк прокомментировать будущее видео мы с вами остановились на прошлой серии в катакомбах сейчас мы пройдем в этот коридор встретим лизабет который опять нам наплетет какой-то ереси который вообще не одупляет и происходит называет нас отступником на самом деле отсюда она ступилась нормального не знаю по приколу или нет но револьвер всегда попадает в такое точнее я выбираю револьвер всегда в такое время когда просто у него там один патрон и постоянно заклинило я начинаю перезаряжаться самый ненужный момент так значится надо пошарить по всем комнаткам искать патроны поискать аптечки поискать ресурсы все которые нам нужны мы с вами надеюсь что в этой серии найдем косу потому что уже три серии мое еще мы никак не да не беремся прошлой серии в конце мы побывали уже в монастыре меня там убили я решил остановиться именно на этом месте на котором с которого мы начали вот поэтому сейчас мы попадем в монастырь переколошматим там всех этих всю эту нечисть которую видели и уже с вами я думаю вкладную подберемся к этой косе прошли в прошлой серии я очень часто сохранялся призывы к сохранению были в комментариях и да действительно это наверное переборщил сохранениями попробуем поменьше это делать осматриваем вы темные я почитал немножко на форумах про эту игру очень много некоторые видео отрезки из видео видел очень много здесь загадок очень много тайн очень много различных головоломок которые находятся вот непосредственно в таких текстурах которые явно не выражены это может быть какой-то рисунок которому нужно подойти и нажать может быть что-то подобное так что мы будем с вами стараться осматривать эти примечательности скажем так и не пропускать важных ресурсов здесь мы были еще раз вам напомню поэтому узких пространствах с этими ревунами как они называются лучше не сталкиваться пиздец как я и говорил лучше не сталкиваться начинаем с вами заново но это скажем так классика каждый серии конце поумирать минут пять десять а потом уже начинать серию проходить более стабильным ключе так пропустить это я чувствую как мы тут заходили в какую-то дверь возьмем наверно двустволку с вами чтоб тех гурнарей быстренько переклашматить заклинило во время игры появляется точнее мы бывает слышим английский лук посмотри и это нужно использовать ясновидение в этом случае тогда с помощью ясновидения мы видим что-то какие-то скрытые взгляда вещи как монахов например на улице мы видели так что будем прислушиваться также и смотреть давайте по одному будем цеплять я думаю твою мать может быть придется и по сохраняться в этот момент пройти ну да ладно перезарядим столетом у нас был не забывать надо не забывать смотреть на характеристики на показатели на жизнь на патроны игра 2001 года посмотрите как физики трясутся у нее такой физики не во всех играх есть современных игра конечно была революционная в свое время прокачали мы на всю эту способность в прошлый раз напоминаю что если брать камень зеленый в руки то у каждой способность есть плюс один показателем заклинило поэтому следующее я не знаю что будет прокачивать посмотрим ясновидение мне кажется оно вообще не особо может быть какие то супер тайные мы вещи увидим что вряд ли так давайте ладно пришло время сохраняться дальше не пройдем так они вылетают сзади в основном поэтому мы сейчас одного выманим твою мать ебучие ревоны как у меня на загрузимся так мы выбираем эту способность берем аптечку ее используем идем сюда разворачиваемся и бежим назад откуда вы лезете пидорасы нельзя двери закрывать откуда лезете отсюда нет 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 дух так мы пережили наконец-то тут сейчас их тоже будет много как ни странно давайте сохранимся игра сохранена быстрое сохранение использовали тут можно открыть и ебаться вернуться можно заклинило ладно использую механизм пройдем вовнутрь наверх это мы куда выходим наверх нам пока рано наверное вот выйдете си это значит надо нам на что-то посмотреть отсюда мы тоже какой-то механизм он не работает это наверх отсюда мы пришли пойдемте вниз пойдемте вниз где-то коса я думаю ты уже близко братишка заклинило это дверь заклинило это дверь наверное с улицы у нас нужен золотой ключ наверное за этой дверью золотой ключ придется еще нам золотой ключ найти хорошо идем наверх посмотрим что нам хочет показать мы спасили и сохрани у всех посмотрим что нам монахи скажут я так понимаю вот это тот константин который спас всех и я волшебина того чудика которого захватила коса уже спасили и сохрани и он там всех монахов этих перерезал . давайте искать золотой ключ озеро очень много аптечек для аптечек наверное сейчас будет что-то интересное я надеюсь мы все-таки когда-нибудь дадим пизделей ты элизабет который тут бегать нам патрошки нужно все максимально обследовать дверь это не открывает посмотрим что здесь на следующей неделе на следующей неделе что у нас будет с вами на следующей неделе на следующей неделе точнее на этой у нас будет с вами 23 февраля всех участных мы будем поздравлять с этим праздником а на следующей неделе попробуем попробуем запланировать выход 2 видео будет новая игра новая игра будет уже 23 года выпуском будет игра по новее вы использовали медальон солнце хорошо тут мы ничего не использовали мы тут эликсир меркурия тут должно быть заклинание и как говорилось в книге чтобы треть элемента использовать мы найдем косу нам туда надо погнали то есть мы сейчас перенесемся в прошлое и они и по идее так они нас будут атаковать боевые монахи будут нас атаковать и не и охранять косу хорошо что они без магии так тут у нас аптечка патроны хорошо снежок кастеров что не хватает для этой зимы снежка и кастер три патрона в голову конечно это не монахи это какие-то боевые монахи так ну да и монахи которых мы видели смотрим что он тут простите меня господи ибо я согрешил искушение оказалось сильнее меня я должен покинуть братьев но боюсь это будет нелегко никто еще не уходил из монастыря живым монаха в зрении орла и слух гончий поэтому я уйду их и под покровом ночи молясь чтобы никто меня не заметил есть еще одна причина по которой я должен покинуть монастырь несколько недель назад мы нашли блистающих камней косу кельтов кажется ее зло заразил нас в братьях в том числе и во мне происходит разительные перемены мы снова прокляты все меньше времени работаем с книгами и все больше с оружием коса мощное оружие идеальное для убийств но все имеет свою цену я молю господа чтобы обряд церкви помог вызвать сил достаточные для уничтожения косы и верну нам мир и покоя но меня на обряде не будет это хороший шанс уйти отсюда незамеченным другого может и не представиться охрани меня господь брат шанахан от шархан короче коса конечно главное чтобы нас с ума не свела и главное чтобы она всех косила как нужно брать их оружие твою мать блять вы стой 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 посмотрим как на вас все-таки магия на вас наверно не действует до надеюсь это будет не долгое путешествие нам и спускаться не будем я наверное придется заглянило естественно естественно обойти монастырь кругом и только потом мы найдем газу остался пойдем зоркий глаз орла у монах это точно не пришлось не получилось пройти зато мы отстрелами выворачивать так 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 лестница лестница конечно тут незаметные птичкам за аптечкой лезем сто процентов прошу наверно тут монах хочешь потанцевать со своим хозяином отроды кончились блять и сам его убил ты видел блять давай даже не придумывай ты уже наверно ни с кем захочешь потанцевать как стрелять на обращаясь я вам могу даже не глядя от поворачиваться тебя от птичку забрали заклопку так нам очень нужны патроны желательно для револьвера или уже дайте косу я пойду не на задерживаться я не хочу вас никого убивать за мной ребята и решайте тут свои монашеские дела братан заклинил заклинил так так и 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 сильнее палки внутренний двор монастыря все это узнаваемо но это узнаваемо то Тут опасно вообще куда-то двигаться. Куда-то зайдёшь, и уже всё. Моё панку сильнее твоего. Так, хорошо, будем... Будем осматривать, значит. Будем осматривать все эти... Надеюсь, не везде у нас можно будет зайти, потому что мы тут ходили... ...когда были в будущем, скажем так. Я надеюсь, что мы сейчас в прошлом и разрушены это. В будущем, поэтому мы сейчас тут посмотрим. Малава дракона. Поищем секреты и тайны, которые монахи прячут. Ты слышал это? Ёб твою мать, нихуя себе. Нихуя себе ты мне ёбнул. Почти всю хп мне с неё случилось, правильно, блядь? Заклинило. Не шевелится. Не шевелится. Не шевелится. Нет, это пиздец. Нет, это пиздец. Пиздец. Слышу-слышу какую-то секретик. Сейчас мы его точно найдём. Да меня тут всё умеет. Ну, блядь. Ебать, вот хуй. Приготовь всё. Засрять в какой-то хуйне, просто и случить пиздец, это вообще самое любимое моё занятие, будем называть. Так, это мы опять куда-то, блядь, вышли. Какой-то переход, блядь. Ладно, пойдём. Опа-па-па-па-па-па. Нет, я камень всё-таки надо взять, потому что надо улучшить. Надо улучшить наши с вами заклинания. В будущем они нам пригодятся в битве со всей хуйтой. Вот те секреты, которые... О чём мы сделали? Чё мы сделали? Заклинило. Чё мы сделали? Ну и чё мы открыли-то, блядь? Пустили воду? Пустили воду. Мне хуйна нужна. Эй, надо заморозить. Пустили воду. Пустили, в общем, короче, мы водопровод этим туп-чувакам. Куда я не пойду. Пошли вон нахуй. Так. Магией побольше пользоваться. Две птички, вообще отлично. Две птички мы с вами нашли. Да, блядь. Будь-то, блядь. Не шире. Ну, я думаю, не знали, почему вам две птички дали, блядь. Потому что эти... Кую плют, конечно, блядь. Понедельник, переписывание. Вторник, переписывание. Среда, переписывание. Четверг, замена окна церковной башней. Пятница, переписывание. Переписывание отдыха. Охренеть. Я так в школу ходил в первом классе. Прописи переписывал, переписывал, переписывал. Так. Тут, конечно, блядь, в этих локациях не шире лиц. Не шире лиц. Можно заблудиться, блядь, честно говоря. Заклинин. Как кто-нибудь найдешь, блядь. Давай, иди сюда, андива, блядь. Брать их оружию! Не заезжай, не заезжай, не заезжай, не заезжай, не заезжай. Один монах хорошо, а два лучше, но, конечно, блядь, опасно. Дайте мне уже косу, и я пойду. Я не хочу вас никого убивать. Блядь, что-то за такие, блядь, вы смертники-то. Может быть, это я в прошлых перенес и самых всех убил. По-нешему у них потом тут разруха такая была, то есть, поняли? Это была петля времени. Я вам воду починил, блядь, гидарасы. Нам надо было книжку, блин, повернуть, блядь. Вы сами не додумались, что ли, блядь. Ведь ты нахуй со своей палкой, блядь. Сука. Так, вода, ну мы ее для чего починили-то? Она же неспроста у нас починила. Тут нихуя нет. Спасибо. Тут тоже нихуя нет. Зачем мы сюда пришли? Непонятно. Надо было идти в библиотеку, наверное, опять. Заклинило. Не шевелится. Так, надо самое главное не теряться здесь, блядь. Заклинило. Зима от лабиринта. Заклинило. Заклинило. Так, нам, кстати, надо использовать усилитель. Мы его используем на рассеивание. Рассеивание, значит. 10 аптечек. Это, конечно, здорово. Так, это мы вышли на улицу. Главный вход тут работает? Не шевелится. Ну, не знаю. Что это было? Не знаю. Не сомневаюсь, что тут будет открыться сейчас. Тут открыто. Шанс запастись. Нужен ключ. Ключ аббата. Может быть здесь коса? Ну, ты падай сразу, блядь. Нужно сопротивляться. Так, мы как-то там проходили в библиотеку. А, мы прошли... Мне кажется, мы тут заходили, да? Ага. Так, да, мы здесь заходили. Здесь мы проходили в библиотеку. Погнали. Какой-нибудь бы уже можно было заклинание у них тут найти. Новое. Блядь, сколько ресурсов там, блядь. Аптички. Патроны. Коктейли. Блядь. Серьезные драки готовились, ребята. Ох, нашли таинственные знаки. Или чего они? Таинственные знаки. Посмотрите. Эти странные татуировки, похоже, помогают мне быстрее пополнять запасы маны. Кстати, они напоминают мне те, которые были на шамане Терсанте, с которыми мы сражались на войне. С ними я чувствую, как меня пронзают потоки магической энергии. Без сомнения, чем больше колдовских знаков я смогу найти, тем хуже будет для моих врагов. Один такой свиток мы пропустили на кладбище. Мы пропустили на кладбище. Я, кстати, просто даже во внимание не принял, что они там... Точнее, как до него добраться, надо было повнимательнее быть. Хотя мы во второй серии с вами просто 10 минут ходили по этому кладбищу и не видели лодки, на которые нам нужно было уплыть. Поэтому не серчайте на меня. Сейчас мы ищем косу. Братан, извини. Не подкрадывайся. Тоже какая-то... Бровинная книга, валяюсь ли. Так, да, говорил, что на следующей неделе постараюсь выпустить два видео. Одно будет продолжение, а именно пятая часть по Клайф Баркер Андайен. Ого! Это аббат, у которого мы найдем ключ. Ну, опять же, я говорю, двустволк это... Намного... Сильнее, чем... Вот такой приколюхи. Ну, наверное, коса должна быть за дверью... От ключа, которым владел аббат. Если нет, то я увольняюсь. Так, давайте попробуем еще вниз сходить. Может быть, даже быстро сохранимся. Что у нас тут? А, птичка. Так, ключ от аббата у нас был вон там. Точнее, ключ аббата, который... Не надо. Не надо. Закликнуть. Путь у нас пока один, надеюсь. Выход вон там был на балкончике. Но нам это не нужно. Да, одна игра будет у нас в Клайф Баркер Андайен. Мы в следующей неделе. А одна будет новая игра. Надеюсь, она вам всем понравится. Сейчас, как вы все по-то использовали. Это триплээ игра. Надеюсь, она... Будет вам интересным. Какой слабый. Золотой ключ. Не дает подойти нам к окну. Так, это что, он так был или нет? Или это так стало после того, как свет потух? Так, золотой ключ у нас... Должен быть... Применен в главном корпусе. Нет, нет. Давайте... Закликнуть. Без этого. В главном корпусе... Или тут. Применим аптечку. Так, не стрелять. Теперь осталось... Найти... То место, где нам нужно этот ключ применить. Где нам нужно этот ключ применить. Мы на марку не пойдем. Нам не надо. Тут у нас переход в библиотеку. Очень легко сблудиться. Конечно. Наверх. Наверное, наверх. Золотой ключ. Не шевелится. Не шевелимся. Так. Я уже опять запутался. Уже иду обратно, блядь. Пойдемте вниз, 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 вниз. Вниз, вниз. Так, отсюда мы вроде пришли. Оттуда тоже мы вроде пришли. Да мы отовсюду пришли, блядь. Тут мы тоже были. Нет. Нет. Заклинило. Где-то здесь, наверное. Тут? Нет. И не тут. Ах, е. Тут что-то там перелестывает. Нет. Заклинило. Будем стучаться, как говорится, в каждую дверь. Нет. Не шевелится. Какой-нибудь да откроет нам. Не шевелится. Ничего у них тут не шевелится. Заклинило. Так, 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 так. Заклинило. Все клинит. Не мудрено, что этот, блядь, монастырь тягучий закрепился. Все не работает. Все клинит, блядь. Так, тут мы были, там и были. Тут мы зашли. Идем наверх. Тут мы отсюда пришли. Идем наверх. Тут мы нихуя не нашли. Значит, что нам не сюда. Не попали, не попали. Тут проверить осталось. Это ближе всего к главному входу, поэтому, я думаю, что может быть здесь ключ, требующий заклинило. Нет. Точнее, дверь, требующая золотого ключа. Нет. Если появляются мобы, значит, мы на верном пути. Значит, мы идем... А, здесь мы брали усилитель. Ну, где-то же здесь была и дверь с золотым ключом. Да, блядь, пришли обратно. Не шевелится. Заклинило. Может быть, золотым ключом вообще не здесь? Заклинило. Может быть, и не здесь. Непонятно. Так, что у нас там, патроны для пистолетов появились? Пойдемте, гандошим этих. Твою мать! Сходим сюда. Посмотрим, что здесь. Патрик уничтожает монахов. Так, геноцид монахов от Патрика. Вот так, в своем серии, наверное. Слышал, блядь? Где вы используете золотой ключ, блядь? Скажи мне лучше. Не путала, блядь. Вернемся, посмотрим, что у нас тут. Заклинило. 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 Там мы выходили. Тут мы заходили. Тут мы еще не были. Заклинило. Хорошо. Заклинило. Заклинило. Мы пришли в библиотеку. Может, в библиотеке. Так, может быть, это здесь. Не знаю. Так. Тут мы находили книгу. Тут мы... Кузнец, что нашли, да? Ага. Тут мы... Ключ нашли первый. Ага. Не нашли. Будем искать. Будем искать. Так, глядь. Для чего мы включили воду? Кто мне скажет? Я так и не понял. Печёт вода. Печёт вода. Печёт вода. Тут мы были. Тут заходили. Тут мы выходим к библиотеке. Тут мы в библиотеке выходим. Тут выход на улицу. Тут у нас куда наверх это закрытую тупиковую комнату. Тут мы нихуя не получаем. Тут мы переходим на улицу. На улицу снизу. По идее нам надо выйти, подняться налево и двигаться по левой стороне, чтобы примерно направляться к главному собору. Тут иллюзии какие-то. Заклинило. Не шевелится. Заклинило. Так, тут вниз куда мы идём? Тут вниз это мы брали усилитель. Тут вниз мы брали усилитель. Тут мы убивали этого хироманта, блин. Вот. Нет. Куда мы пришли, да? Куда мы пришли, значит, идём сюда. Не шевелится. Заклинило. Двери заклинили. Нет. Не шевелится. Тут у нас ничего нет. Тут, 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 мы выходим. Тут мы выходим и... Может быть это АДБИ? Нам по-любому нужно сюда. Другого варианта нет. Должна она хранится в главном соборе. Это коса. Треклятая. Ресурсов зато набрали, блядь. Заклинило. Другого. Хорошо. Так, ну через это мы никак сюда не попадём. Чисто логически. Чисто логически. так тут у нас больше прохода нет там дверь заклинита библиотека приходим на корпус там выход на улицу значит туда мы двери там ничего не открывается поднимаемся возможно наверх тут заклинило закрыто тут мы спускаемся то есть в голове зарисовать карту чтобы не ждать так тут мы спустились там точно никуда нет тут мы проходим это опять на улицу тут мы поднимаемся так можно тушить костер с чем-то тут тут мы опять поднимаемся проходим эти комнаты заклинило закрыто заклинило тоже тут мы можем спуститься куда мы спускаемся в комнату где брали усилитель это нам не нужно значит мы поднимаемся вот мы спускаемся тут мы проходим не шевелится нет верим не шевелится нет в открыть дверь аббата в настоящем эти косу кельтов в настоящем дверь аббата нам нужно открыть в настоящем значит нам нужно выйти отсюда и прыгнуть блять бассейн что летать чтобы прыгнуть бассейн нам нужно пройти здесь правильно заклинило или найти выход из этой у них которые находятся в полосце нет не шевелится настоящее как попасть в настоящее чё где-то лестница есть по которой можно пролезть в настоящее надо выпрыгнуть в окно да я 188 часов убуждал чтобы просто надо было выпрыгнуть в окно спасибо главное последует воспринимать ребят а вот и 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 так давайте сохранимся по крыше мы это только для человека ухо и так хранить быстрое сохранение получается заклинит раз у блядь ебать попал наконец-то мы с вами добрались до этой ебучий блять косы просто которую мы что не можем взять что она на нее сверху скрыгнуть это мне не нравится веронима в общем то это коса кельтов наводит на меня некий ужас я знаю что это оружие особенно эффективно для уничтожения самых гнусных тварей иногда ощущаю как коса сама тянет меня в бой как будет от жажда уничтожения убийства опустошая запасы маны если подолгу находится в руках она обладает способностью восстанавливать здоровье в особо ярстых схватках я давно научился не бояться большинства вещей в жизни в этом оружии есть что-то что вселяет меня абсолютно дикий страх так опустошая запасы маны если подход находится в руках она плодать способен так значит можно ее на опустошение маны оставить тут нам нужно использовать ключ аббата а нет она золотой ключ аббата нам нужно использовать в здесь Ну и древо, давайте. Коси коса, коси коса, коси 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 коса, три серии стоило за ней бегать. Дорогие друзья, давайте мы сегодня с вами закончим, мы нашли эту косу наконец-то, еще вон там лезут эти пидорасы, блять, сейчас я вас нахуй напополам просто. Так, она тратит жизни, я так понимаю, да, когда мы ее берем? Так, тратит жизни и ману, а, или это у меня просто не тратится. Так, ладно, разберемся в следующей части, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, мы с вами сегодня нашли косу, это был канал Копингейм, до следующей недели, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok